Компания «Акселот» предлагает вашему вниманию фильм о проекте комплексной автоматизации современных складских комплексов завода «Техно», входящего в состав корпорации «Техно-Николь». Корпорация «Техно-Николь» — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Это 53 производственные площадки в шести странах мира, 22 представительства в 18 странах мира, 19 учебных центров, 6 научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. Завод «Техно» — это одно из крупнейших в России и Европе предприятий по выпуску базальтовой теплоизоляции. Производственная мощность трех технологических линий превышает 4 миллиона кубометра утеплителя в год. Предприятие изготавливает более 140 марок продукции из каменной ваты, в том числе плиты для тепло- и звукоизоляции. Подразделение «Техно-Николь», специализирующееся на производстве минеральной изоляции, расположено в девяти городах. Со склада «Завод техно» в Рязани начался масштабный проект по автоматизации управления складской логистикой на базе программного решения «Акселот ВМС-Х5». После завершения проекта в Рязани началось тиражирование системы на остальных производственных площадках. Складской комплекс в Рязани — это большая территория, площадь которой составляет более 100 тысяч квадратных метров. Изготовленная продукция хранится преимущественно на открытых площадках. Компания «Техно-Николь» сконцентрирована на развитии и улучшении не только качества производимой продукции, но и предоставляемого клиентам сервиса. Поскольку на любом производстве склады являются связующим звеном между заводом и покупателем, нашей целью было в первую очередь повысить показатели производительности и оптимизации логистических процессов. Мы, как внедренцы, также понимали, что для «Техно-Николь» было важно снять нагрузку с корпоративной системы, связанную с ведением учета логистических процессов, передав эти функции в ВМС. В компании «Техно-Николь» у нас есть такой показатель эффективности, как производительность труда. Мы активно его отслеживаем, ежегодно прирастаем в этом показателе. В частности, данные показатели в росте производительности труда на складе готовой продукции также показывают рост. И с 2010 года по 2015 год мы данные показатели удвоили. Однако организационные меры, следуя нашему лозунгу «Инновации прежде инвестиций», уже не давали того эффекта, который мы хотели. Соответственно, нужны были какие-то новые прорывные технологии. Мы видели необходимость в введении автоматизации бизнес-процесса управления складом. Справляться со всеми этими задачами нам помогает система управления складом «Аксилот ВМС-Х5». Выбранная для внедрения система «Аксилот ВМС-Х5» как нельзя лучше подходила для решения задач проекта. Обладая развитым функционалом, повышенным быстродействием и возможностью гибкой настройки под специфику предприятия, ВМС-система эффективно решила задачи оптимизации логистических процессов. Специалисты компании «Аксилот», занимавшиеся реализацией проекта, использовали в работе свой обширный опыт, полученный при автоматизации производственных складов. Автоматизация большого склада при производстве завода «Техно» потребовала решения ряда интересных задач, вызванных как спецификой работы самого склада, так и особенностями площадки. Из-за большой площади автоматизируемого объекта и хранения продукции штабелями до 6 метров практически невозможно использовать Wi-Fi на наших складах. Сигнал экранируется, установка и поддержание большого количества Wi-Fi точек приводит к значительному издержку. Выходом из ситуации стало использование терминала сбора данных с 4G-модулем. Помимо устранения проблем с покрытием, такой вариант позволил значительно сократить издержки на поддержание связи терминала сбора данных с системой. Следующей особенностью нашего склада является нанесение разметки на асфальте. Соответственно, в зимний период, когда разметка заносится снегом, очень сложно определить точное место расположения ячейки на значение. Вследствие этого была реализована возможность определения ячейки по сканированию штрих-кода с любого рядом стоящего поддона. Ввиду того, что на складе одновременно существует множество планов приемки и производства, сам процесс приемки фактически осуществляется без планов. Чтобы избежать простоев, вызванных возможными расхождениями в документах приемки, продукция из производства просто принимается на склад после сканирования штрих-кодов. Сверка товара производится уже корпоративной информационной системой завода, а расхождение фиксируется постфактум. По такому же принципу осуществляется и приемка продукции от других заводов, так как вся эта продукция произведена техно-николь, нет необходимости фиксировать документально недопоставку или перепоставку товара. Кроме того, упрощен процесс приемки товара от других заводов. Если на склад поступила фура одинаковых палет, то вводить номер партии и дату производства каждой палеты не требуется. Возможно приемка по шаблону первой принятой палеты, когда была зафиксирована вся необходимая для учета информация. Реализован механизм приемки позиций по методу кросс-докинг. Штрих-коды используются из внешней системы. Метод позволяет отгружать комплексные рейсы не только продукцию конкретного завода, но и других заводов техно-николь, расположенных в Рязани. Этот метод удобен для клиентов, им не приходится ездить по площадкам разных заводов, так как всю продукцию техно-николь можно получить в одном месте. На складе был реализован процесс умного планирования эстакад. Если в заказе присутствует несколько видов продукции, то ВМС-система сама определяет, что и откуда удобнее отгружать. Выбирается оптимальная эстакада с учетом расстояния от эстакады до продукции. При этом система настроена таким образом, что в зависимости от текущих приоритетов планирование может быть осуществлено либо по принципам FIFA, либо из соображений сокращения пробега техники и общей скорости процесса. На складе реализована группировка задач по разным условиям в зависимости от роли, а также приоритетов. Осуществляется автоматическая выдача групп задач исполнителю в зависимости от его роли, последнего местоположения и приоритетов, которые могут меняться в режиме онлайн, и тогда сотрудник получает новую задачу. Это типовой функционал управления дедлайнами, модифицированный таким образом, чтобы обеспечить максимальное сокращение перемещений персонала. Соответственно, могут автоматически меняться и складские роли. Один сотрудник может выполнять несколько видов операций — отбор, подпитку, отгрузку — и все это в рамках одного блока задач. Автоматизирован процесс управления очередями транспортных средств, при котором автомобили запускаются на территорию в автоматическом режиме, что позволило оптимизировать процесс отгрузки. На текущий момент система внедрена на шести складах завода «Техно» в городах Рязань, Хабаровск, Белгород, Красный Сулин, Заинск и Челябинск. В планах тиражирования системы еще на трех складах завода, расположенных в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Автоматизация склада помогла компании выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами, повысить производительность и точность работы, унифицировать складские процессы на заводах и, что особенно важно, создать инструменты для дальнейшей модернизации и развития компании. В данный момент компания «Техно Николь» активно развивается. Мы развиваем наш интернет-магазин, мы понимаем, что мы сталкиваемся с новыми вызовами, растет доля комплексных отгрузок, соответственно, необходимо сокращать квантзаказы. Справляться со всеми этими задачами нам помогает система управления складом «Аксилот ВМС-Х5». Компания «Техно Николь» является приверженцем инновационного подхода к организации работы, и мы всегда следим за тенденциями рынка в области цифровизации. Наверное, каждый сейчас знает понятие «индустрия 4.0». Мы считаем, что простой автоматизации уже недостаточно. Будущее – зароботизированными системами. И внедрение ВМС – это большой шаг, который компания «Техно Николь» делает в этом управлении. Это качественная база, без которой невозможен дальнейший прогресс, и мы довольны полученными результатами. Итак, коллеги, здравствуйте. В студии представители компании «Техно Николь» в направлении бизнес-единицы минеральной изоляции. Как уже показывали в ролике, Татьяна Бертова, директор по логистике, и Юрий Асадис, руководитель этой службы. Итак, немножко о компании, ключевые факты, что может быть, для кого-то может быть интересно. Действительно, 53 производственные площадки, включая в том числе производство каменной ваты нашей минеральной изоляции. Это более 6 тысяч сотрудников в целом по компании, порядка 116 стран экспорта, ну и прочие цифры по производительности. Мы во многом являемся лидером по строительной отрасли по России и показываем очень неплохие результаты в сравнении с европейскими конкурентами. Следующий слайд в собственном заводе «Техно». Если говорить о компании «Техно Николь», она была образована в 1992 году в целом, но направление минеральной изоляции появилось в начале 2000-х годов. И в 2006 году в Рязани был запущен завод, который сейчас является крупнейшим на территории СНГ по производству базальтового утеплителя. То есть это каменная вата из горноизверженных пород. Вообще площадь завода более 30 гектар, как здесь указано, и он является головным предприятием, флагманом в нашем направлении бизнес-единице. Характеристики склада в Рязани это более 100 тысяч квадратных метров, более 10 гектар, как уже говорили в ролике. За сутки отгружается в пике 300 машин, и это все делается силами порядка 7 водителей-погрузчиков в сутки. Максимальное количество строк порядка 1500. Идем дальше. О результатах проекта и некоторые ноу-хау, которые были применены с помощью компании «Аксио», с помощью специалистов. То есть для нас очень важный был выбор места погрузки фуры ближе к товару для минимизации пробега погрузчиков. То есть мы понимаем, что склад у нас достаточно большой, машина может грузиться достаточно, может выбирать для погрузки достаточно свободные места, и мы можем путем оптимальной погрузки обеспечивать, соответственно, снижение пробега погрузчиков. Следующее. Сбор заказа одновременно несколькими сотрудниками. До внедрения в МС предыдущая система поддерживала процесс сбора заказа только одним водителем-погрузчиком целиком. Соответственно, машина стояла и ждала, пока водитель по складу собирает этот заказ и загружает его в машину. Следующий момент – это подмена палета при отборе заказа. То есть поскольку мы знаем, что задача на отбор создается на конкретный палет, а с учетом топологии нашего склада сотрудник может взять палет только стоящий с краю ячейки. Соответственно, задача и факт не всегда совпадают. И, соответственно, в онлайне человек может просто заменить палет и взять тот, который ему удобнее, который стоит с краю ячейки. Определение ячейки по соседу. Тоже об этом была речь в ролике. В момент, когда мы не можем определить фактический адрес ячейки, мы можем отсканировать соседний, любой из соседних палет, стоящих ячейках. И система понимает, что мы привезли палет действительно в нужную ячейку, куда-куда она просит. Следующий момент – приемка произведенной продукции без оформления расхождения с планом. Это особенность производства, которая в данном случае была необходима. Если производство выпустит на один палет больше продукции, то, собственно говоря, мы его тоже принимаем, мы не можем его вернуть обратно. И оформление расхождения производится только уже в учетных системах, потому что это нужно больше производства. Ну и следующий момент – переход на работу с сотовым операторами. Система позволила нам обеспечить этот процесс. Мы с внедрением в МАЭС одновременно произвели практически полную замену оборудования, приобрели терминал сбора данных с поддержкой 4G. Ну и благодаря системе мы можем работать даже там, где 4G не обеспечивается. Это и 3G, и, собственно говоря, более низкой скорости. На этом система работает достаточно надежно и оперативно. Этот результат нам очень нравится. Итак, дальше результат тоже повторимся. Первыми заводами, на которых мы внедрили в МАЭС, был Рязань и Хабаровск. Это был первый год, и порядка полугода у нас ушло на эти два завода. Следующие 4 проекта внедрялись уже практически силами нашей команды, внутренней, и были внедрены за 2,5 месяца. Соответственно, дальше пошли процессы отладки и каких-то дополнительных моментов. Соответственно, у нас есть еще планы на развитие. У нас 6 площадок в работе, и еще 3 площадки планируем развивать дальше. Итак, результаты, в общем, это, конечно же, новый уровень взаимодействия клиентами, повышение точности работы складов, вызывающие повышение производительности. Соответственно, унификация процессов на заводах. Вы видели нашу географию. Большой, даже достаточно разродненный завод, и, соответственно, сейчас мы смогли более-менее унифицировать процессы и их контролировать. И создание инструментов для дальнейшего развития компании, в том числе в части логистики. Коллеги, теперь вопросы, мы готовы отвечать.